Приветствую вас, и давайте мы с вами разберем ваш вопрос. В первую очередь, обратите внимание на то, как вы его задаете, да, что парень срывается на вас, да, то есть происходит именно срыв. Ага, совершенно очевидно, что срывы не могут происходить просто так. Совершенно очевидно, что у срывов должны быть свои причины, вот у срывов должны быть свои основания. Совершенно очевидно, вот. И первое, что вам нужно сделать, это перестать воспринимать срывы своего молодого человека, да, на свой счет. То есть это просто к вам вообще все не относится. Вот, ну, конечно, если вы только не используете, скажем так, наследственный сценарий. То есть, когда, когда в детстве, например, на вас срывались, это всегда означало, что вы, грубо говоря, виноваты. Ну, всегда это означало, что вы виноваты. Вот. Если это и сейчас, так, ну, так же. Вот. То, в таком случае, работать нужно с детско-родительским сценарием вашим. Потому что причины, они отсюда. То есть причины, я имею в виду того, что вы столь болезненно реагируете на то, что парень срывается, не желая при этом признать тот факт, что у него возможна проблема. Это первое, первое, что вам нужно понять для себя, да. Дальше, дальше. Следующий важный аспект заключается в том, чтобы вы от него отстранились. Как это происходит? Как это происходит? С одной стороны, с одной, с одной стороны, вы говорите ему о своих чувствах по поводу его отношения к вам. Вот. То есть вы говорите ему напрямую, что, так и так, мне очень неприятно, что ты на меня срываешь. То есть мне очень обидно, больно и так далее. Вот. Без обвинения, заметьте, обвинять никого не нужно. В том, что он так поступает, так себя ведёт и так далее. Именно обвинять, именно обвинять никого не нужно. Вы просто говорите о своих чувствах. И всё. Понятно, да, о чём идёт речь? Вот. Это очень и очень важный момент. Это очень и очень важный момент. чтобы вы говорили только о себе, чтобы вы говорили только о своих чувствах. И вместе с тем, высказали ему, высказали ему о том, как непозволительно по отношению к вам такое вот поведение. Да, то есть как, ну, как непозволительно ему с вами так-так себя вести. И отдалитесь от него до тех пор, пока мужчина не решит свою проблему. Вот и всё. Вот и всё. А вам при этом нужно посмотреть на свои же, на свои же субъективные элементы, восприятия данной ситуации. Вот. Чтобы не было такой истории, что вот, типа, меня обижает, вот, вот, и вот мне очень больно, мне очень неприятно и так далее, и так далее, и так далее. Но я сделать ничего не могу или не хочу там, допустим. Вот. Чтобы такой истории не было. Опять же. Да? Вот. Вот. Вот по сути, по сути, это и является тем главным, тем главным, что вам нужно сделать. Вот. Параллельно с этим, параллельно с этим, ну, я бы рекомендовал вам, конечно, посмотреть на то, почему вы вообще выбрали себе такого мужчину. Ну, а, то есть, вот, ну, ну, всегда ли он был таким? Если он был таким, не всегда, то что изменилось? Как вы с этими изменениями справляетесь? Как вы с этими изменениями справляетесь? Насколько, условно говоря, вы определяете ответственность свою в этой ситуации? Вот. Не вините себя вы за нее и так далее. Вот. Потому что, ну, вот, исходя из того, что вы пишете, я могу предположить, что у вас занижена самооценка. Просто занижена самооценка. Почему? Потому что вы позволяете молодому человеку на себя срываться. Вот. То есть вам, то есть вам нужно с одной стороны, да, с одной стороны вам нужно с пониманием отнестись к нему, потому что срывается у него от хорошей жизни и людям вообще-то не нравится срываться. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны идеально будет, если вы поработаете над собой и посмотрите именно на себя, насколько вы защищены в этой истории, в этой ситуации. Вот. Насколько вы самостоятельны в этой ситуации, насколько вы, ну, независимы в этой ситуации, насколько вам болезненно это. Вот. Так что вот вопрос, который я задал вначале, он остается открытым на самом деле. Что делать, чтобы что? То есть, чтобы что делать? Что? Если отношения сохранить, например, да, это одна история, ну, если вы хотите именно, именно сохранить отношения. Вот. А если, если вы хотите о себе, ну, если вы больше вот о себе думаете в этой истории и в этой ситуации, то это уже другое, другое совсем. Вот. Так что примерно так можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует. tendon Folge спасибо за просмотр!